Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Ну что ж, как принято здесь на ютубе, я приглашаю вас на чашечку утреннего чая. Я больше не пью кофе, пью чай, но как раз об этом рассказывала. Мне очень понравился комментарий одной зрительницы, которая написала «Красный лак, красная помада и бегом на тренажер, пока карантин». Сегодня я покажу вам свой день, свой день своей семьи и свой собственный день. Да, мы находимся в карантине, мы находимся, в общем-то, уже весь мир знает, как живет Италия. Но сегодня у нас супер-супер день, потому что сегодня вторник, и, как я сказала в предыдущем видео, странно, но факт, у нас разрешили рынок. Это рынок 0 километров, поэтому сегодня я пойду, принаряжусь. У нас прямо-таки это какое-то социальное событие, я уверена, там будет очень много хорошо одетых женщин. Все лучшее сразу мы наденем, пойдем на рынок, потому что, на самом деле, это осталось единственным местом, где можно, что называется, на других посмотреть и себя показать. Ну а если без шуток, я просто покажу вам свой день, потому что я думаю, что очень многие, очень многие находятся сейчас в ситуации, в которой находится моя семья конкретно, многие семьи по этой стране. И я думаю, что большая часть мира скоро будет жить вот примерно так, как, в общем-то, уже долгие месяцы, хотя нет, долгие недели, а кажется, на самом деле, что месяцы живет Италия. И хочу передать всем сердечный привет, ничего не бойтесь, в самоизоляции жить можно достаточно комфортно. И скоро я запущу видео, и, наверное, YouTube скоро будет переполнен видео. Я хочу запустить снова видео про гречный марафон, потому что, раз уж сидишь дома, можно и на волосы кефир помазать, и на гречечки посидеть, и, в общем-то, с карантина выйдем все красивые. Но я думаю, что скоро YouTube будет переполнен видео, не знаю, макияж, макияж для карантина, мой гардероб, был раньше мой вазовый гардероб, скоро, наверное, появится видео «Мой гардероб для карантина» и как-то так. Ну что ж, дорогие зрители, я нахожусь непосредственно на рынке, издалека вижу, что, да, весь рынок в полном составе. Сегодня висят, конечно же, объявления о том, что мы должны держать дистанцию, о том, что мы не должны касаться собственного лица немытыми руками. Рядом с конкретно этой палаткой стояли также средства, которые позволяют продезинфицировать руки, стояли также салфетки. Люди, примерно половина в масках, примерно половина без масок. Те, кто работают непосредственно с продуктами, также примерно половина из тех торговцев, что сегодня присутствовали на рынке, были в масках, кто-то был без масок. И могу сказать, что люди, на мой взгляд, подвергают себя даже большему риску, работая в масках, потому что я заметила, что они постоянно открывают нос, видимо, очень сложно им дышать. И постоянно трогают себе лицо таким образом. Поэтому не знаю, есть ли смысл для них с точки зрения медицины именно носить маски, потому что действительно дистанция между продавцами и покупателями в итоге это какие-нибудь хорошие два с половиной метра. Итальянцы совершенно точно держат дистанцию. Купила немного сыра, купила немного вкусных вещей для своих мальчишек сегодня. Обязательно покажу, как буду готовить свой прекрасный обед из кролика на этот раз. Делаю рагу из кролика. И, в общем-то, вот такие закупки я совершила. Не знаю, будет ли возможность купить и пополнить запасы на следующей неделе. Дорогие зрители, я не могу вам передать какая-то несказанная радость просто взять и выйти на рынок. Я думаю, что после выхода из карантина я полюблю всей душой походы в супермаркет, походы на рынок, вынос мусора, наверное, также. Могу сказать, что на рынке все спокойно, все присутствуют, все торговые места заполнены, людей так же, как обычно. Единственное, что слегка меньше, потому что я очень рано пришла, потому что я решила купить то, что мне недоставало именно для завтрака. И, соответственно, закупила, что называется, по полной программе. И сегодня я даже купила сыры. Дам небольшом количестве своим детям просто потому, что подъезжают машины и паркуются. Машина выезжает. На самом деле люди очень-очень доброжелательны друг к другу, очень много шутят, шутят по поводу рынков, потому что на самом деле неизвестно, будет ли на следующей неделе этот рынок или нет. И сегодня я потратила очень много денег, нетрадиционно много, потому что обычно спейза на рынке, то есть траты на рынке занимают меньший бюджет. Но поскольку ты не знаешь, будет ли на следующей неделе этот рынок, ты покупаешь, допустим, не 3 килограмма яблок, как тебе нужно, а какие-нибудь хорошие 10, просто потому, что ты хочешь действительно, что называется, запастись. Ну что ж, с полной тележкой продуктов примерно на полторы недели я иду домой, чтобы обрадовать своих ребят тем, что сегодня будет очень вкусный супер завтрак. Матта, сегодня будут пирожки! Да! Сегодня будут пирожки на завтрак, просто потому, что мои дети не знают, что такое пирожки, и увидев мультики, услышав точнее слово пирожки, они стали спрашивать, мама, что такое пирожки. И я купила рикотту, это сыр, который, на мой взгляд, более всего похож на наш привычный творог, и блюдо, по которому я скучаю, потому что я отказалась от молочного, это, конечно же, сырники, и блюдо, которое традиционно нравится всем детям, это, конечно же, сырники, поэтому я иногда все-таки сырники своим детям готовлю, если вижу, что, как сейчас, они прямо-таки на чистом, что называется, питании. Иногда я их балую тем, что можно выпечь, тем, что вкусного можно приготовить, конечно же, из молока. Раньше мои дети, кстати, очень-очень любили каши на завтрак, и каши на завтрак в выходной день, либо на каникулах, это было традиционное наше блюдо для завтрака. Все, в общем-то, просто я беру рикотту, вы можете взять творог, я добавляю мед, просто потому что у меня не имеется сахар в доме, я его крайне, точнее, крайне редко я готовлю сладкие блюда, и если готовлю, то у меня всегда в избытке имеется мед. Добавляю мед, всегда на глаз, мы прекрасно понимаем, что сырники могут быть более сладкими, они могут быть менее сладкими, и поскольку я готовлю детям, я делаю их достаточно сладкими. И могу сказать по поводу соли, меня часто спрашивают, солю ли я блюдо. В принципе, все и я, и дети, и мой муж едим мы не соленую еду, но если я не забываю посолить, то, конечно же, любое блюдо, даже сладкая выпечка, вкуснее, если блюдо посолить. Немного муки добавляю, в сырники добавляю на этот раз рисовую муку, а также интегральную муку, решила включить свет, чтобы мое блюдо выглядело более аппетитно. Я всегда говорю в своих видео, точнее, не всегда, а упоминаю часто, что очень многое зависит от освещения, от съемки, и часто одежда может выглядеть хуже, чем она выглядит в реальности, еда может выглядеть хуже, чем она выглядит в реальности. Ну и бывает также, наоборот, без всяких фильтров, просто потому что ты снимаешь в очень хорошо освещенном помещении, либо в очень хорошо освещенном месте, что твои волосы, что твои глаза, зубы будут белее, глаза голубее. И точно так же с едой я включила, не забыла включить свет на этот раз на половине записи. Перемешиваю, добавляю рисовую муку, она практически не разбухает, на рисовой муке готовить очень сложно. И добавляю также интегральную муку. Все хорошо перемешиваю и добавляю, конечно же, я добавляю яблоки. Мои дети часто сопротивляются, говорят, что без яблок было бы вкуснее, но я думаю, любая мама понимает, что лучше добавить яблоки, чем добавить побольше муки. Таким образом, при помощи фруктов я, что называется, увеличиваю массу продуктов. Все хорошо перемешиваю и отправляю приготовленную массу на сковородку. В этот раз я решаю выкладывать порционно. И могу сказать, что это была моя большая ошибка, нужно было делать большой блин-аладь. Он так лучше пропекается. Яблоки дают всегда много сока. И тесто, что называется, разваливается. В особенности, если не добавляешь, как я, яйцо. Я готовлю практически всегда без яиц. И если добавляешь, как в моем случае, мало муки. Поэтому блин-аладь это выход, в общем-то, если вы любите готовить вкусно, но при этом достаточно быстро. Дальше все традиционно. Поджариваю на сковородке до готовности на не очень сильном и достаточно медленном огне, чтобы не пригорал прежде всего мед. Могу сказать, что, конечно же, любая хозяйка может заформировать более красивые оладушки, оладьи-пирожки. Но я выкладываю все ложкой. Я не очень люблю соприкасаться с едой. Я считаю, что это не гигиенично. Именно поэтому я одеваю перчатки. Не для того, чтобы себя защитить от еды, а прежде всего еду от того, что может содержаться под ногтями у каждого из нас. Все выпекается и подается на стол. Могу сказать, что мои дети очень-очень рады. Всегда просят добавки. На самом деле, вот этих блинов-аладьев, сколько бы я ни сделала, они всегда разлетаются на ура. Кстати, придать более аккуратную форму вашему изделию кулинарному. Можно же непосредственно на сковородке, когда вы перевернули и уже имеете более плотный первый поджаристый слой. Все допекается-выпекается. Могу сказать, что да, получилось вкусно. Признаться, я в итоге попробовала, но не завтракала полноценно, но попробовала. Что же я наготовила своим любимым детям? Потому что мне было интересно, что только я критики получила. На самом деле, традиционно эти рецепты никого никогда не подводят, даже если вы делаете на глаз. Вот так все это выглядит в конечной сервировке. Посыпаю небольшим количеством семян, которые любят дети. Они любят разные семена. Кто-то предпочитает тыквенные семечки, кто-то подсолнечные, кто-то любит даже льняные. Но это зависит, видимо, от каких-то периодов и лунных фаз. Добавляю небольшое количество джема и подаю непосредственно на стол. Ну что ж, у нас прекрасная погода, очень и очень тепло, нетрадиционно тепло для этого периода. Я отправляюсь загорать. Многие заметили, кто-то сказал, что я выгляжу гораздо лучше, кто-то сказал, что я выгляжу гораздо хуже. На последних своих видео, которые я, кстати, записывала абсолютно без макияжа, все дело в том, что да, я загораю, я люблю загорать. Делаю это сейчас, в эти месяцы, без какой бы то ни было защиты от солнца. И я отправляюсь на террасу, несколько часов я проведу под солнцем. Меня спрашивали про уборку. Про уборку, наверное, я расскажу в другом видео. Также, как в другом видео, я и расскажу вам про свою готовку того, что я купила на рынке. Сейчас же я на этом с вами прощаюсь, дорогие зрители. Желаю всем хорошего настроения, солнечного, небо над головой, весенней погоды, как минимум. Ну и весеннего настроения, конечно же. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.